Почти 30 лет назад светила медицина Юрий Исаков и Станислав Долецкий решили объединить опыт и знания всех, кто спасает жизни детей на операционном столе. Ежегодно в разных регионах страны детские хирурги проводят симпозиумы, на которых делятся друг с другом передовым опытом. Сегодня площадкой для такого общения стал город Чебоксары. Наша столица стала местом проведения конференции «Не случайно детская медицина», в частности хирургии в регионе в приоритете. Чувашия находится в числе первых по внедрению малоинвазивных операций, и сейчас наши хирурги готовы перейти на новую ступень – внутриутробную хирургию. Об этом рассказала министр здравоохранения Чувашия Алла Самойлова на встрече главы республики Михаила Игнатьева с представителями федерального здравоохранения. Помимо этого, в регионе удалось максимально снизить младенческую смертность. Этот показатель у нас самый низкий в России и сопоставим с развитыми европейскими странами. В Чувашской республике входит число 10 наиболее благоприятных для жизни детей регионов. Особое внимание мы уделяем развитию системы медицинской помощи детям. В республике имеется возможность выполнять подавляющее большинство хирургических операций любого профиля, современное высокотехнологичное оборудование. Достижения наших специалистов говорят за себя. Слова не нужны. Коллеги всегда могут оценить хорошо выполненную работу по своим профессиональным критериям. Мне вчера удалось побывать в республиканской детской клинической больнице. Во-первых, я увидел прекрасное оснащение операционных. И самое главное, команда единомышленников, которые работают на очень высоком профессиональном уровне. Достаточно сказать, что более 60% всех операций выполняется с помощью малоинвазивных технологий. На конференции отметили и те, кто посвятил практически всю жизнь спасению маленьких жителей страны. Звание почетного члена Ассоциации детских хирургов получил наш земляк. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Александр Акинфеев. Врач в пятом поколении, не сомневаясь, пошел в детскую хирургию и за 50 лет о сделанном выборе не пожалел ни разу. Когда видишь глаза пациента, благодарных родителей, особенно когда встречаешь пациентов через 10-15, а у меня был случай, когда через 40 лет мне позвонили, поздравили с днем рождения женщины, которая оперировала девочкой, резекция легких была в 1972 году. Это компенсирует все проблемы, все накладки на здоровье, на эмоции, на все, потому что лучше этой профессии нет ничего. В рамках симпозиума пройдет 23-я Всероссийская научная студенческая конференция, посвященная детской реаниматологии и анестезиологии. Учащиеся в медицинских учреждениях смогут пообщаться со специалистами не только чувашских больниц, но и с детскими хирургами со всей страны. Екатерина Куприна, Респиридонов, Республика.